Шон Бин В фильме «Стрелки Шарпа» В ролях Брайан Кокс Дарра Омолли Асампта Серна Дэвид Трафтон Португалия, 1809 год. Наполеон Бонапарт – хозяин всей Европы. Его брат Джозеф поседает на испанском троне. Новый главнокомандующий британской армии сэр Артур Белесли, который вскоре станет лордом Веллингтоном, отбил у французов город Апорто. И сейчас, перед вторжением в Испанию, он дал своим войскам небольшую передышку. КОНЕЦ КОНЕЦ Автор сценария – Йоган Харрис Смирно! По роману Бернарда Корнуэлла Доброе утро, Хоган! Доброе утро, сэр Артур! Продюсер Малкольм Кредек Режиссер Том Клек Мой Бог! Милорд Велесли? Милорд Велесли? Милорд Велесли? Глаза вниз Он и мальчик. 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 Вперед! Вперед! «Atención, os la discer no hersen'der!» « periodo, ihrer Joy!» «Favoraaaaan!» Отборные стрелки «Шарп». Возможно, они смахивают на банду цыган. Но это лучшие стрелки в армии короля Георгия. Стой, кто идёт? Лейтенант Шарп, 95-й стрелковый полк. Прошу прощения, сэр, я вас не разглядел. А ты кто? Из Саятанк. Из отборного отряда, сэр. Из отборного отряда? А где остальные? В сарае, сэр. Наказание за сон на посту расстрел? Ещё раз увижу, сам расстреляю. Он мог вас расстрелять, сержант? Никогда. Майор Даннет не любит офицеров, раньше бывших солдатами. Пойдём, из Сая. Хочу увидеть, что будет, когда он разбудит Харпера. Встать! Встать, ленивые негодяи! Встать! Вставай! Тебя охраняет Божья воля, приятель. Не видишь, что я офицер? Презренный ирландец. А я Наполеон Бонапарт. Кто-нибудь видел нового офицера? Майор Даннет сказал мне его найти. Имя, звание. Патрик Майкл Харпер, отборный отряд, сэр. Ты? Отборный? Докажи. Что это? Вино? Господь этого не одобряет. Харпер, дай мне бутылку, чтобы я её уничтожил. Да пошёл ты, чёртов святоша. Это лучший бренди, сэр. Доброе утро, Харпер. Кто вы такой, сэр? Лейтенант Шарп, сэр. Вот бумаги. Шарп. Шарп. Это тебя Велосли сделал офицером из рядовых? Сэр. Бумаги в порядке, сэр. Похоже, Шарп себя проявил. Здесь он себя не проявил. Ступил в драку с простыми солдатами. Так не годится, Шарп. Так точно, сэр. Харпер, ты ударил офицера. За это полагается расстрел. Я его разбудил. Он принял меня за неприятеля. Я сам виноват, сэр. Ну, если ты так считаешь. Ну, у нас тут свои порядки, Шарп. Офицер должен вести себя как джентльмен. Даже если он не джентльмен. Есть, сэр. Мы выступаем через час. Пойдешь в арьергарде. Через пять минут быть в полном сборе. Хорошо тем, кто отмалчивается, Купер. Я не сказал ни слова. Этот Шарп странный офицер? Он не настоящий офицер. Зато настоящий ублюдок. Имя? Купер, сэр. Откуда ты, Купер? Из Шарядича, сэр. Чем раньше занимался? Торговал, сэр. Собственностью. Собственностью других людей, Купер? Ты? Дэниел Хагман. Графство Чешир. Бракандер. Значит, ты хороший стрелок, Хагман? Да, я умею стрелять, сэр. Покажи. Ты опозорил королевскую форму, Хагман. Я могу тебя за это наказать. Ты? Харрис. Из Уитли, графство Оксфордшир. Твое прежнее занятие? Служил Бахусу и был вечным должником. Сэр. Ты никчемное существо, Харрис. А что ты можешь? Читать, сэр. Исайя, танк, сэр. Тебя я уже знаю. Откуда ты, танк? Не знаю, сэр. Отвечай. Не знаю, сэр. Кто твоя семья? Не знаю, сэр. Чем раньше занимался? Служил в армии. И все. Почему ты здесь, Харпер? Ты же болван. И это... Отборные стрелки? Я вас не отбирал. Но запомните. Я вас всех хорошо знаю. Вас и вам подобных. Я умею только одно. Воевать. Если кто-то хочет улизнуть от этой войны, сейчас самое время принять решение. Ну же. Быстро догнать колонну. Равнение направо. Ружье на плечо. Быстрым шагом. Марш. Марш. Равнение направо. Равнение направо. Равнение направо. Стой! КОНЕЦ Рота, стой! Нам туда, сэр! Дождёмся расцвета! Сержант Уильямс! Здесь, сэр! Разбиваем лагерь! Есть, сэр! Разбиваем лагерь, ребята! Флетчер, Джонс, Эдвардс за дровами! Моррис и Браун, краульные! Живо! Всем вольно! Кроме вас, Шарп! Поднимитесь со своими людьми на этот склон и посмотрите, какая там местность. Слышали? Вперёд! У нас нет настоящего офицера, вот с нами обращаются, как с мальчишками. Бы MM. Конечно, прекрасно. Офицера матчо, и затем дорогу. Офицера матчо? Офицера? Офицера матчо? Он не настоящий офицер Никогда не устает И его не застать врасплох Он спас тебя от наказания, Харпер Что ты против него имеешь? Он какой-то не такой И не рад тому, что офицер Помяни мои слова Он принесет нам неудачу Мы сделаем это завтра В горах Валер На землю! Живо! Не то я его убью Стрелки! Ко мне! Стрелки! КОНЕЦ О, господи! Полюбуйся на этих прячущихся англичан. КОНЕЦ Молодой Перкинс, сэр. Ни звука. Нет! Нет! Ау! ПЕРКИНС ПЕРКИНС Ты должен защищать это знамя своей жизнью. Есть, сэр. И не думай умирать, Перкинс. Больше не буду, сэр. Они придут за этими двумя. Идём без остановок до темноты. ПЕРКИНС Вот такой союзник нам и нужен. Именно такой. До Торркастра. Увидимся. Ты загораживаешь мне свет, Хагман. Прошу прощения, сэр. Но капитан Мюррей ранен. Ранен, сэр. Харрис. Харрис. Куда этот негодяй хочет нас повезти? Ты не знаешь? Извините за беспокойство. Вы сегодня отлично себя проявили, шарп. Я выполнил свой долг, сэр. Мы сбились с пути. И потеряли тропу Хогана. Попытайтесь дойти до кассы Антиквы. Я это сделаю, сэр. Не будьте слишком строги к своим людям, шарп. Как бы это сказать, чтобы вас не обидеть? Солдаты не любят офицеров из солдат. Они хотят, чтобы офицер стоял над ними и был родом из привилегированных слоев. Они считают, что вы такой же, как они, шарп. Я знаю, что вам очень тяжело. Извините. Нет, я этого не могу знать. Просто перед смертью я хочу дать вам практические советы. Да. Сделайте так, чтобы Патрик Харпер был на вашей стороне. Это приказ, сэр. Не возьмите мою шпагу. Может, если солдаты ее у вас увидят... Подумают, что я настоящий офицер? Нет. Нет. Они подумают, что вы мне нравились. Спасибо, сэр. Очень неудачное место, чтобы умереть. «Поехо», «Поехо». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Демократия, сэр. Происходит от греческого слова «демо» — «справление народа». Заткнись, Харрис. Разойтись. Капитан Мюррей дал вам свою шпагу, сэр. Он любил говорить, что такая шпага вселяет во французов страх. Мы идем на юг, сэр. И хотим, чтобы вы пошли с нами. А если я не пойду? Если я вернусь в Лиссабон и доложу о вас? Они, бунтари, расстреливают Харпер. Вам же будет лучше, если вы пойдете с нами, сэр. Я должен пойти на юг, или вы меня убьете. Ясно. Что ж... Неси мои вещи, Харпер. 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 Ирландская мразь Прикончи его Харпер Давай, Харпер Ну же, Патрик Бей его Давай, давай, Патрик Давай Давайте, мистер Шарп Кто вы? Позвольте представить, команданте Тереза Командир партизан, сражающихся с французами в этих горах А вы кто, сэр? Майор Блас Вивар Граф Матамора Генерал-майор Королевской армии Его католического высочества Фердинанда VIII Короля Испании А вы кто, сэр? Лейтенант Шарп 95-го стрелкового полка Только лейтенант? Возможно, вас не повышают, потому что вы деретесь со своими Этот человек бунтовщик, сэр Его отвезут в Лиссабон и там расстреляют Танк! Свяжи его и отведи в сарай Испания и Англия союзники Что ты здесь делаешь? Только не лги лейтенанта Не говори, что заблудился на многие мили, углубившись в расположение французов Мы ищем деревню Касса Антиква Больше я ничего не скажу Будь ты французом, я взяла бы нож и ты бы мне все сказал Но мы союзники Союзники? Разве у союзников есть друг от друга секреты? Даже у любовников есть секреты И все же они занимаются любовью Возможно, мы можем друг другу помочь Ведь союзники нужны именно для этого Отлично Я иду на север в город Тарикастра С важными документами от моего правительства Для тех, кто оказывает сопротивление французам Деревня Касса Антиква тоже на севере Мы можем пойти вместе Под моим командованием Я думал, что здесь командует она Тереза проведет нас через горы Но я старше по званию Согласны продолжить путь под моим командованием? Да Да По-моему, твои солдаты согласны А ты спрашиваешь своих солдат, как поступать? Да Не всегда, но я это делаю А ты не спрашиваешь? Или просто бьешь их, пока они с тобой не согласятся? Я согласен Но только до Касса Антиквы Отлично Выступаем через час, надо торопиться На рассвете французский полковник вышлет нам вдогонку своих разведчиков Откуда вы знаете, что это будет полковник? А не капитан? Или не майор? Значит, вчера вы смотрели Как гибли наши люди И ничего не сделали Я очень сожалею Я тоже А теперь послушайте Здесь старше я А не они И не Харпер Я здесь командир Вы пойдете за мной Говоришь по-французски, Харрис? Достаточно Мне нужно две доски и немного дегтя Хагман, принеси фонарь, фунт пороха и фунт старого железа Купер, ты на страже А Перкинс? Да, сэр Ты вырой могилу для капитана Мюррея Есть, сэр Будь осторожен, он очень умен Да Но солдаты его не любят Вон Они не спускают глаз с сундука, который везет лошадь Я слышал, как этот человек сказал, что в нем документы Это неправда Если много документов, значит много бумаги А бумага Тяжелая Они же поднимают этот ящик, как легкое перышко Сэр Выведи его, танк Харрис, как по-французски не заходить? Верно Идем со мной Не заходить Скажи короткую молитву, танк Да Я говорю, да Да Разведка французов, сэр В миле, позади нас Стрелки и стройся Французы, сэр Французы, сэр Французы, сэр Французы, сэр Тонс Тонс Почему этот полковник вас преследует? Он преследует вас? Французская кавалерия? Французский полковник? Нет, они преследуют вас Почему? Из-за того, что в этом сундуке? Почему? Потому что в сундуке полно бумаг, а полковник любит почитать Поэтому? Не думаю, что они преследуют меня Они преследуют вас, Амигос Амигос Перкинс Помоги ему Больше жизни, парень Прибавьте шаг, ублюдки Вставай Я спас тебя для стрелкового отряда, Харпер Перкинс Перкинс сказал мне, что ты был простым солдатом Сержантом Все верно Странно В Испании офицер должен быть знатных кровей Кабальера Джентльменом Простите Не вышел родом, мисс И поэтому у тебя стычки с твоими солдатами Это сказал Перкинс? Да Он сказал, что ты настоящий ублюдок И он прав Скажу больше Моя мать шлюха А я родился в борделе Вырос в приюте и надеюсь умереть в армии Ясно? Но Перкинс сказал, что ты спас жизнь генералу Вылесли А ирландец Харпер Что когда англичане хотят воздать должное храбрецу Они называют его настоящим ублюдком Вы верите солдатским байкам, мадам? Да, верю У нас два уха, но только один род И хороший командир услышит вдвое больше, чем говорит род Прошу прощения, мистер Шарп Но оно сухое, как кость И всегда стреляет Это ружье делает тебе честь, Хагман Спасибо, мистер Шарп Секрет прост Не жалеть масла Генерал Вылесли говорит то же самое Проклятое колено Старая рана, Хагман Когда дождь, дает о себе знать Для раненой ноги поможет только коричневая бумага и парафиновое масло У меня ранена рука Во время схватки с французским гусаром Черт В сражении при Вемейру Которую он проиграл Потому что я лишил его головы Но в дождливую погоду Она страшно ноет И парафиновое масло И коричневая бумага Мое единственное спасение Вот такие дела Да КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Она красивая, да? Да Ты никогда не любил женщин? Нет Я всегда за это платил Ты никогда не встречал таких, как она? Но тебе лучше ее забыть Она больше не женщина Это так Она была лучшей студенткой в Саламанке Вернулась в имение своего отца Была молода, счастлива и полна надежд Читала книги Играла на музыкальных инструментах для своей матери И смеялась Ожидая, когда какой-нибудь благородный мужчина Предложит ей руку и сердце Но тут пришли французы Она спряталась и наблюдала за ними И увидела, как они выкололи глаза ее отцу И изнасиловали мать и сестру Марию Которые просили их лучше убить Те пощадили ее сестру Но мать убили Потом Они изнасиловали и ее Когда французы ушли, она похоронила свою мать И на ее могиле поклялась Смерть французам Теперь она больше не играет на музыкальных инструментах Не читает книг, не смеется и не поет Она ездит на лошади, по горам и охотится за французами Но сегодня Я видел ее улыбку Она улыбалась тебе И мое сердце чуть не разорвалось За одно это я тебе благодарен Спокойной ночи Нет, это грустное Я сыграю мистер Эйзи Соломанку Стой, кто идет? Шарп, 95-й стрелковый Подойди, чтобы я видел Проходите Вольно, Купер Можно задать вам вопрос, сэр? Где вы научились так драться, сэр? Там же, где и ты, Купер В канавах по субботним вечерам Мы далеко от дома, сэр Они никогда не были мне домом, Купер Это точно, сэр Это так Ты вступил в армию добровольцем, Купер? Не совсем так, сэр Меня пригласил в армию магистрат Сэр Сэр Настя Сэр Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кто тебя развязал, Харпер? Мистер Эзесар! Что у тебя там? Маленькая птаха А она не улетит? Нет Она мне доверяет Но ты ведь посадишь её в клетку Сейчас холодно А в клетке она найдёт крошки, она это знает Я думал, дикие звери и птицы любят свободу Свобода, где голодно, не свобода, сэр Ты поэтому поступил на службу в армию, Харпер? Возможно Ты ирландец И тебе, наверное, трудно носить английскую форму Не труднее, чем вам, сэр Входить к офицерам в форме джентльмена Ты храбро сражаешься, Харпер Как и вы, сэр Доброе утро, мистер Эзесар Доброе утро Здравствуйте, лейтенант Здравствуйте, мисс Надеюсь, вы хорошо спали Я чувствовала себя в безопасности Спасибо За эту женщину стоит сражаться, сэр Этот человек пленный Они направляются в Касса Антиква Чуешь опасность? Я чую французскую кавалерию Лошадиный пот и запах сёдел Они здесь были Глупости, впереди Касса Антиква, там мои люди Они бы нас предупредили Дым Горит деревня Моя деревня Нет Возможно, это ловушка Это единственная дорога в деревню Да Я пошлю вперёд разведку Пусть это сделают мои люди Они этому обучены Делайте, что он говорит Разведчики, вперёд! Быстро! Майор Я оставляю вас охранять Ваш драгоценный сундук И стрелка Харпера Тереза Твои люди пойдут со мной Пацанли, тяга, утро Поехали! 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 Играет музыка. Играет музыка. Мы дали им достаточно времени, чтобы заполучить этот сундук. Харрис. Ты говоришь, что ты пленный ирландец? Зачем тебе оставаться верным британцам, которые хотят отвезти тебя в Лиссабон и расстрелять? Ты просто читаешь мои мысли. Я тебе помогу. Добудь мне этот сундук. Ладно. А что я получу взамен? Ты станешь богатым. А если не стану? Тогда умрешь. Веский долг. Кто вы? И что вы здесь делаете? Я Джордж Паркер. Путешествую со своей женой Агатой, моей племянницей Луизой. Мы миссионеры методистской церкви. Здесь есть еще такие? Майор, почему полковник хотел, чтобы вы отошли от каньона? Чтобы я отошел от каньона. Да, я хорошо говорю по-французски. Я слышала, как он приказал поджечь деревню, чтобы вы отошли от каньона. О, боже. Вы потеряли сундук, майор. Ты получишь 100 золотых геней. И безопасный проезд в Америку. Америка? Недурно. Но английский король задолжал мне месячное жалование. И я не смогу спокойно жить в Америке, зная, что этот мерзавец должен мне хотя бы один шиллинг. Ты готов умереть за один шиллинг? Ради этого я вступил в армию. Тогда ты умрешь. И сегодня самый подходящий день. У него один мушкет. Всего один выстрел. Один из вас умрет. А другой получит этот кошелек. Девушки отдыхают. КОНЕЦ Чёрт возьми, стрелок Харпер Я встретил человека, он был одет как гробовщик С ним были ещё двое, они попросили меня отдать им сундук Ну и? Мы немного повздырили, сэр Стрелок Харпер У тебя на лице ожоги от пороха Это говорит о том, что твоё ружьё было заряжено только наполовину Типичная ошибка Особенно среди новичков, которые разряжают шомпол в полусражение Но это непростительно для отборного стрелка Это называется стрелять без подготовки, Харпер Да, сэр Простите, сэр Встань в строй, стрелок Харпер Да, сэр Благодарю, сэр Постой Разве ты не хочешь, чтобы твой офицер тебя отблагодарил? Он меня отблагодарил Сказал, встать в строй Лейтенант Думаю, будет лучше, если вы примите командование Быстро на землю! Этот человек – точная ваша копия, майор Ничего не желаете мне сказать? А какой приказ получил ты? Откройте сундук и объясните, что происходит Прости, только когда мы будем в Терракастро Я получил приказ кое с кем встретиться в Касса Антикви Но если их здесь нет Твоим соотечественникам надо, чтобы тебя охраняли до Терракастро Естественно Как командир я передвигаюсь в экипажа Как настоящий офицер Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Для распространения посланий методистов по пистам В Ирландии мы выполнили свою миссию И переключились на Испанию И вот мы с миссис Паркер сеем слово буржи здесь Я не знал, что методисты курят Это для моих легких Он спит Миссию газ 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 Ричард, я знала, что ты не пойдёшь в Таракастра во имя какой-то легенды. Мы с тобой похожи. Я не верю ни в Деву Марию, ни в Свеча, но я верю в Испанию. Мне пришлось выбирать между Испанией и Ричардом Шарпом. Мне ничего не оставалось. Ты исполнила свой долг. А теперь я должен исполнить свой. Сохрани его, и я поставлю в Таракастра свечку, Пресвятой Богородице. Почему вы ему сразу не сказали? На нём и так непосильный груз. Это бы испортило ему весь поход. Приклад на землю. Заряди ствол. Выплюнь пулю. Приподними его большим пальцем. Вытащи шомпол. Протолкни им пулю. Обратно. Хотели меня видеть, сэр? У Терезы есть план, который может повернуть ситуацию в нашу пользу. Я хотел бы знать твоё мнение. Решений принимаешь ты. Слушаю. Таракастра имеет сильную оборону. Мы не можем атаковать его извне. Но в него должен быть какой-то проход. Я пойду первая. Я испанкой смогу его найти. Нет. Я запрещаю. Спокойно, не кипятись. Я сказал, что решение принимаешь ты. Последнее слово за тобой. Так что забудь об этом. Он запрещает. Да кто он такой? И за кого он принимает меня? Добрый вечер, сержант Харпер. Вы хотите сделать меня сержантом, сэр? Возьми нитку с иголкой. К рассвету нам нужен сержант. Я никогда не буду настоящим сержантом, сэр. Ну и что? Я тоже никогда не буду настоящим офицером. Будете, сэр. Вы будете отличным убивающим офицером. Убивающим офицером? Господь вас любит, сэр. Я думал, вы это знаете. Есть два типа офицеров. Убивающие офицеры и офицеры-убийцы. Убивающие убивают по ошибке. А офицеры-убийцы убивают преднамеренно. За идеи, за страну, за религию. И даже за знамя. Вы видите майора Хогана, сэр? Вот он, офицер-убийца. Тереза! Да, Хоган офицер-убийца. Проклятие, Хоган. Жаль, что меня там не было. Я тоже об этом жалею. Но ваш первоочередной долг – защитить миссис Паркер. Молодец, Тереза. Рика, ¿eh? Тереза. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Господи! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Нет! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мистер Шарп, сэр! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Лейтенант Шарп, 95-го стрелкового полка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 У вас 30 минут на то, чтобы сдаться Предлагаю вам отдать вашу шпагу вашим солдатам Сложить свои мушкеты Мы стреляем не из мушкетов, а из ружей Мои солдаты меткие стрелки Мы их называем отборным отрядом Они никогда не промахиваются Я вас остановлю, но тогда за суеверие погибнут многие 10 минут, господа 10 минут Хакман 10 минут, господа Перкинс! 10 минут, господа 10 минут, господа 10 минут, господа Назлый ублюдок Который купил? Тот, что слева И это послужит ему уроком Сантьяго Покровитель Испании Оберегай отборный отряд 10 минут, господа 10 минут, господа 10 минут, господа 10 минут, господа Будешь меня хоронить Никаких священников Брат 10 минут, господа 10 минут, господа Сантьяго Сантьяго Святой Джеймс Святой Джеймс Делеклен Делеклен Кто стрелял? Я, сэр Отдай ему свою повязку, Харпер Отборный стрелок Перкинс Послушайся моего совета, Перкинс Отдай ее обратно Под командованием майора Хогана Я держал Таракастра достаточно долго, чтобы повлиять на восстание Я исполнил свой долг и решил, что могу вернуться и ждать дальнейших приказов, сэр Ты геройски себя проявил, Шарп Наполеон придет из-за Тарикастра в ярость Полетят головы Упадет моральный дух армии Все это нам на руку Потому что в следующем месяце я хочу войти в Испанию и задать маршалу Виктору хорошую взбучку Сожалею о Джеймсе Ротшильде Полагаю, он покинул страну Вовсе нет, сэр Он здесь, в этой комнате, сэр Ваш договор с банком, сэр Артур Как вы меня узнали? Вы пахли турецким табаком В Испании такого нет И не притронулись к свинине в монастыре В экипаже вы говорили на идиш Сэр, вы настоящий джентльмен Вы знали о знамени, сэр? Я знал, что за деньги армии ты пойдешь на любой риск А за знамя вряд ли Вот и все Мне пора Нет Нет Восстание Почему Им Восстание Может после Восстание Как zwar Weekend Восстание Вы КОНЕЦ Сэр, Артур очень доволен. Ещё бы, сэр. Думаешь? И у меня в кармане приказ о присвоении тебе звания лейтенанта. Вэллесли поведёт армию в Испанию. Это означает бои и славу. Держись меня, Ричард. Со мной не пропадёшь. Я готов умереть, сэр. Молодец. Достойный ответ. Оператор Айван Страсбург. На русский язык фильм озвучен по заказу телеканала «Домашний» в 2008 году. «Домашний» в 2005 году. Субтитры создавал DimaTorzok